МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети, внуки, у них свои работа, учеба и так далее. И часто пожилые люди не достают им внимания. И они вот чем-то должны восполнить. Встреча в рамках реализации партийного проекта «Единой России. Старшее поколение» в Звенигороде в таком ознакомительном формате проводится впервые. Всего в округе сегодня открыты два клуба активного долголетия – в Одинцове и Звенигороде. Поскольку это единый проект, основные направления, которые заявлены в проекте, они, конечно, будут реализовываться так же, как в Одинцово. Вы знаете, что в Одинцово их уже много и больше 15. Здесь пока развито 4. И вот сегодня вместе с жителями города, вместе с их пожеланиями, мы продумаем, какие первостепенные проекты и направления здесь открыть. И будем в дальнейшем наращивать нашу активность. С клубом «Активное долголетие» взаимодействуют партийцы и общественники. Они организуют для представителей старшего поколения интересные поездки. Сегодня мы не с пустыми руками пришли в Звенигородское отделение активного долголетия. И придарим совместно с Никитой Еленкиным, руководителем клуба «Активное долголетие», экскурсионную поездку 15-го числа в Сергиев Посад. Я уверен, что люди, которые будут участвовать, получат замечательные положительные эмоции. И как раз это та часть взаимодействия, которая очень важна для старшего поколения. В завершение встречи участникам предложили заполнить анкеты, чтобы выяснить предпочтение в выборе активностей. Многих интересовали танцы, скандинавская ходьба, компьютерная грамотность. Пенсионеры остались довольны общением и вниманием. Понравилась и обстановка в помещении клуба. Во-первых, встреча очень хорошо понравилась. И как так все сделано, понравилось очень. Я обалдела даже, зашла, как тут было. После обсуждения ветераны пригласили гостей к себе. Провели экскурсию по офису Совета ветеранов и показали свои раритеты. Вот у нас в Совете хранится вот этот пиджак со всеми боевыми наградами участника войны, картинка Ивана Афанасьевича. Все награды планируется передать в музей школы номер 4. Среди них орден Великой Отечественной войны, знак фронтовик, медали Жукова и за победу над Германией. Есть документы к ним. А обсудить дальнейшее сотрудничество и взаимодействие ветерана пригласили гостей в неформальной обстановке. За чашкой чая со сладостями. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.